Вот иммунитет рождается в костях. Кости позвоночков, позвонков находятся дальше от спины, ближе к животу. Что для их хорошей работы нужно, для хорошей работы костного мозга? Что нужно? Что вам нужно? Кислород. С чем он придет туда? С кровью. Питательные вещества придут с кровью, витамины придут с кровью, микроэлементы придут с кровью. Вот есть целая группа препаратов, витамины, например. Я хотел, думать, что у нас не надо, какие же препараты? Вот кровообращение нужно для хорошего иммунитета. Когда мы принимаем витамины, микроэлементы разные там, и кислород, допустим, пьем кислородные коктейли. Есть еще такая штука. То все эти препараты нужны для того, чтобы улучшить питание костного мозга. Мы на аппаратах НУКБ сможем улучшить питание костного мозга? Каким образом? Увеличив там кровообращение. Увеличив кровообращение. Как увеличить кровообращение в позвоночнике так, чтобы костный мозг заработал качественно? Прогреть глубоко. Причем глубоко прогреть. Не просто массаж. Вот смотрите, есть массаж спортивный, есть? Или как его называете? Линейный? Линейный или спортивный массаж, есть? И он бегает, 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 но глубоко не прогревает. Только когда массажер останавливается, то он прогревает глубоко весь позвоночник. А нас интересует передняя его часть, там где кости, где вырабатывается иммунитет. Поэтому необходимо сегодня, не дожидаясь никаких эпидемий, прогревать глубоко только свой позвоночник или еще чей-то? Всей семьи как минимум. Всей семьи как минимум. Вся семья сегодня, чтобы иметь гарантию от гриппа, должна прогреть позвоночники свои. Первое. Прогревание улучшает кровоток. На каком аппарате лучше прогреть позвоночник? На массажере. На массажере. На нефритовом хорошо прогревается? Очень хорошо. А на турманиевом? Тоже хорошо. Тоже хорошо прогревается. На массажере. На ковре можно прогревать? Можно прогревать. А что делали наши предки? На печке. На печке прогревается. Корейцы не придумали этот метод прогревания позвоночника. Они его списали у наших бабушек. Списали у наших бабушек. Пшеницы на светле. Да, да, да. Вот они списали наш метод и сказали, что это методика с Востока новая. Но мы же понимаем, что... Это мы знали давно. В сауну, баню ходили давно. Глубокое прогревание позвоночника. Кому можно делать глубокое прогревание позвоночника? Кому нельзя делать глубокое прогревание позвоночника? Кому нельзя глубоко прогревать позвоночник? Гипертоникам нельзя, да? Ну вот, когда гипертония неустойчивая, то, конечно, перегреваться трудно, сложно. Но для гипертоников, ну, хотя бы пару сегментов надо прижечь, так мы когда-то договаривались с вами. Есть контрольные сегменты у гипертоников, которые надо взять, прижечь ради гипертонии. Это второй сердечный, девятый, десятый, одиннадцатый грудные, почечные, надпочечниковые. Хотя бы их надо прижечь. Хорошо, но детям нужно прогревать глубокое позвоночник? Обязательно. Чтобы дети не болели на грипп, на ОРЗ, их надо брать и глубоко прогревать их позвоночники. Людям трудоспособного возраста надо прогревать позвоночники? Надо, конечно. Конечно, потому что вот им, если пожилые люди там могут сесть дома, меньше двигаться, там меньше куда выходить. Если детей могут закрыть на карантин, то взрослому человеку пиваться некуда. Надо идти на работу, надо зарабатывать деньги, надо горбить свою семью. Потому ему в три раза быстрее надо прогревать свой позвоночник. Так или нет? Или вы меня не понимаете? Так. Взрослому человеку греть свой позвоночник надо в три раза быстрее, чем другу. Но пожилых людях, что скажем, нужно им прогревать? Ну, нужно. Обязательно нужно. Спасибо.